Офисная бумага за 650 рублей, туалетная дешевле на полтинник. Цены на барнаульских прилавках, мягко говоря, пугают. В какой полке не подойди, найти товар за адекватные деньги с каждым днем становится все сложнее. Зубная паста, прокладки, моющее средство. Уже за такой набор в корзине придется отдать около 1000 рублей. Стоимость продуктов питания поражает не меньше. Палка средней по стоимости колбасы по цене килограмма свинины. Заметно подорожавшая молочка, только бутылка молока почти 130 рублей. Барнаульцы недоумевают. Выживать становится все труднее. Допустим, вот я покупаю медикаменты, сегодня 200 рублей стоят. Через недельку иду, стоит 400. Я спрашиваю, возле какого свитка золота полежала эта коробочка, что она столько стоит. И внятного ответа не получаю. Я ничего не покупаю. Не ощутил разницы. Ну как, совсем ничего не покупаете, даже сахар? У меня жена занимается всеми покупками. Просто отдаю деньги, а она уже покупает. А она уже ощущает, что цены поднялись. То есть рассказывала вам, да? Наверное. Зарплата-то не растет, а цена растет. Знаете, я не обостряла внимания, но подорожали, конечно. Никому это не нравится, и мне, и вам. Что по-вашему подорожало после всего? Что шутимей? Ой, вы знаете, я не знаю, у меня дочь все делает, а я только гуляю. Вы сейчас уже ощутили, что цены сильно возросли? Конечно, все подорожало. Автомобили подорожали, металл подорожал, продукты подорожали. Да все подорожало. Вообще все абсолютно куда, на что ни глянь, просто все дороже стало заметно в разы. Какие бы товары не попадали в объектив нашей камеры, цены подняли на каждый. А пока правительство края разрабатывает механизмы поддержки населения, желание отовариваться заранее стремительно исчезает. Так даже сахар перестал пропадать на полках. Отпугивают цифры на ценниках. София Иценко, Дмитрий Денисов, День с толком.